Пожалуйста Сейчас-всё-всё Там уже тоже А, вон, те ворота подожгли Возле комеда Всё, а то я не видел, где там какие ворота горели с чем-то Главное, чтобы не отходил тут этот самый провод Доброе утро, добрый день, Киев и Украина С вами Андрей и Лида Это Шпильный ТВ Это экшн Мы думаем так, что мы, допустим, отдельно подпитать смогут Одно время ты оператор, я ведущий И потом я обратно Можем тогда Я буду идти от меня Просто нам надо срочно на Майдан взять Люди, как-то набрать Лида Фройда Меня зовут Лидия Гузва Я делаю Лида Фройда В Киеве, из Украины Мы 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 Из Мы 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 Кроме нашего первого канала ничего не показывается, поэтому мы решили сделать эту трансляцию для нас и для них, потому что, я думаю, я гадаю, что проблемы людей и криминала, они вичные и в любой стране они существуют. И мы хотим, чтобы наши немецкие соседи спросили своего керевника, фрау Меркель, если долго он будет еще дружить с Януковичем. Так, поэтому этот стрим мы будем вести вместе с Андреем, билорусской, украинской и немецкой языком. Андрею, я не хочу с нами разговаривать, посмотрите. Дорогие друзья, здесь выходят из У-Бан-Стезиона Крышатик, это главная У-Бан-Стезиона, на главной улице, на главной улице и так далее. Сегодня У-Бан функционирует не так, общественные устройства функционируют не так. Почему? Потому что, потому что, когда люди приходят на Крышатик, то, что люди приходят на Крышатик. Андрею? Ты недоволен? Я просто забыл, как украинецка будет добрый день. Я знаю, как украинецка будет добрый день. Я думаю, что у нас достаточно и украинских глядачей, и ты можешь им все сказать, что тебе хочется украинскую. Андрей Гастерогес, он будет, как украинец, в той части. Там огонь горит на остальном поверхности, про спилок, вот там бачу огонь горит. Дивись, в окне. У нас есть-то, где есть Беркут-Полеев, просто каминка, потом будет звать на нас. А, эти города gehörт, gehörт dem widerständigen volk. Und gestern hat Berkut, Regierungspolizei, also hat diese Regierungspolizei diese Gebäude ins Brand gesetzt. Es brennt immer noch. Русские шановни, грядечи и бачите, что проспилки досигарят. Wir haben auf Maidan eine Bühne. Die Bühne funktioniert immer noch. Es ist eine Präsidung. Wir sehen hier Friedliche, Kiewer und nicht Friedliche. Jetzt wurde es mit Berkut am Reichstag, und mir, nachgämpft, ja, mir, mit Berkut am Berkut am Reichstag, nachgämpft, 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 nachgämpft. Ja, Andrei meint, dass diese Regierungspolizei dieses Haus in Brand gesetzt hat. Erinnert ihn an die Brandsetzung des Reichstags. So. Ich muss dazu sagen, Andrei kommt aus Weißrund, Russland. Ich bin eine Ukrainerin, habe in Deutschland studiert und ich bin Kiew. Also, Kiew ist meine Heimatstadt. Ich erzähle etwas über unser unnäkmaler Andrii, weil er ein Belaruser ist. Ich bin ein Ukrainerin, ich bin in Niemöchen, in Niemöchen, aber ich kann nicht sprechen. Метро не ходит, нет общественных средств, и все будет сперта. И что люди делают? Это нормальные киевые люди, которые помогут. Почему это необходимо, вы увидите. Если вы можете увидеть нашу трансляцию сегодня, я был в регулировке, которые используют все же средства. Это, в основном, пляж. Я рассказала, что киевые добывают бурки прямо на дороге. Это война. И в моей трансляции можно увидеть, что ту самую тактику использовали вчера в Маринском парке люди, которые защищают Януковича. Я хочу показать. Я показала, что это простые, мирные. И билявки. Они все это делают. Волтис, привет. Можно пару слов на ТВ сказать? Да. Волтис, скажи, пожалуйста, когда ты вышел на Майдан? В самые первые дни, как приехал из Этиопии с экспедицией. И, конечно же, настолько все поразило, увиденное. Потому что это страх. Это просто огромное горе. Я переведу. Я встретил украинский тренер. Он занимается главной деятельностью. Командор команды Эквитес. Эквитес-тимы. Эквитес-тимы исследователи, которые исследуют в разных местах на Земле. И, кроме того, украинский тренер для развития безопасности системы. Я очень радуюсь. Но самое приятное, что я горд за народ, за простой народ, за украинцы. Потому что всегда говорили, что украинцы – это моя хата с края, ничего они знают. И вот эта вот сплоченность народа за свою свободу против этой вражеской власти. Но сейчас я вижу, что люди, которые были вместе, и они борются вместе, и не тренированы. Это просто трогает мое сердце и душу. Это берет мое сердце и мое сердце. Я вижу по глазам людей, что они готовы умереть за правду. И за будущее своей Украины. И за будущее своей Украины. И за будущее своей страны. Спасибо. Спасибо. Это был Голтис. Это известный тренер, который нашел исцеляющий импульс. И импульс, который исцеляет. И объехал Малину Всюземлю из своей команды Эквитес. Мы застрелили его только на Майдане. Амбестен Львстуу из Бангофа. Их зейхер Бернкин. Потому что он может авто остановить. И многие люди говорят, что они должны на Майдане. Они стоят на Майдане. А тут в чате парень из немецкого языка. Он говорит мне, что он сейчас из вокзала прибывает на Майдане. И я ему рассказываю, что транспорт не ходит. И он может дойти пешки. Або попросить людей. Потому что много людей подвозят просто так, если ты скажешь, что ты идешь на Майдан. Андрю. Что я могу сказать? Тут приблизительно так же много людей, как и в другом будущем. Я бы сказала. Это просто... Христов прапор ваш. Не зрозуми. Я думаю, что стрелили людей с российским прапором. Сереж, это сергейская. Сергей из Харкова. Все высоте. Да. Ты еще в доме, да? Здесь есть парень из нас. В Беларуси. В Беларуси. В Беларуси. В Беларуси. А –ろう он про паклимоху Беларуси. В Беларуси. А он был из Харков. Когда он говорит, что здесь зная. Вашисты. Вы думаете, что мой коллега из блог. Мой мама говорит русский. Мы, конечно, немцы в нашем bandе из разных стран. У меня мама из Дойче. Вы знаете, как они тоже? Вы знаете, как они в Дойче? Я рассказала немножко о немецком, что если нас называют фашистами, то они начинают объяснить, почему в нашей команде находятся белорусы, россияне, люди других национальностей. А потом наш друг меня удивлял, что он может еще разговаривать о немецком и его бабуся Немкиня. Так, я, натурник. Унтер офицеры, не капитулировать. Да, значит, в немецком языке надо понимать. Что я могу сказать? В Киеве есть один шаг. Он говорит, что если он в Кафе находится, в центре, где человек, с кем, с кем и, я не знаю, что он в немецком, с кем и сжигалом, и он выглядит как-то 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 агрессивно и ужасно. То есть, что он минимум два высоких образований Я рассказала немецкую, что в Киеве, если человек заходится в кавьярню и мает на голове шолома, и вдохнена в камуфляж, и мает страшную палец в руках, то, скорее всего, эта человек и мает революция в Харнау, Гуискон. Смотрите, люди фотографируют себя, я видел, есть есть. В сентябре в Киеве, как говорится, 20 татей, а может еще больше. Майдан, люди на Майдане были практически не боярные. Они были стоков, стены и пластерские. И против этих стоков и пластерских стены были газы, гранаты и защищены. Есть люди с шарфовыми шарфами. Если кто-то пишет в шарфе, что он делает пистолет, то я использую это слово. Я немного рассказала немецкой аудитории, что вчера здесь была настоящая война, что здесь стреляли, что протестивальники, озброеные в основном криками и каменевками, которые вышкрабили из подлоги. Я сейчас возьму пакетик. Я беру продуктов и буду прорваться в гостиницу. Хорошо. Что вы можете сказать? Я рассказала немцам, что у нас вчера произошло. И сколько умерших, загибших. И я хочу показать... Я хочу показать, что это нормальные Киевы, которые приходят в Майдан. И есть люди, которые в первом лиде на фронте. И многие Киевы, которые просто там, чтобы поддержать людей, которые на фронте, чтобы поддержать. И мы находимся на фронте. И мы находимся на фронте. Вы можете видеть, что в центре есть одна фронта. И мы находимся на фронте.